Всем привет! Меня зовут Смирнов Александр. В Яндексе я несколько лет занимаюсь вопросами качества поиска и в рамках серии наших вебинаров делюсь с вами опытом касаемо настройки индексирования сайта. В частности, наш сегодняшний вебинар будет посвящен поиску и устранению дублей на вашем сайте. Для начала мы посмотрим, в чем же заключается опасность дублирующих страниц на сайте, попробуем найти дубли на ресурсе и попробуем, собственно, их устранить для того, чтобы в будущем они не появлялись. Перед тем, как говорить о дублях, хочется дать определение, что же такое дублирующие страницы сайта. Под дублями мы понимаем несколько страниц одного ресурса, которые содержат в достаточной мере идентичный текстовый контент. Хочу обратить ваше внимание, что речь мы ведем только в одном ресурсе и говорим о текстовом контенте в том плане, что подразумеваем, что робот при определении дублирующих страниц смотрит только на текстовое содержимое страниц вашего сайта. То есть он не проверяет дизайн, либо изображение на данных страничка смотрит только на текст. В большинстве случаев дублирующие страницы это одна и та же страница сайта, просто доступная по нескольким адресам. Причин появления дублей на сайте огромное количество. Все они связаны с различными ошибками. Например, ошибки в содержимом страниц, когда некорректно указаны относительные ссылки, ошибки, связанные с отсутствием либо недостаточным количеством текста на страницах, некорректные настройки 404 кода ответа, либо доступность служебных страниц сайта, либо особенности работы CMS, которую вы используете. Вот это большое количество дублирующих страниц зачастую гнетет веб-мастеров и они откладывают работу над дублями в долгий ящик, не хотят этим заниматься. Но на самом деле делать этого не стоит, поскольку наличие дублей может привести к различным проблемам. Их можно разделить на три таких больших группы. Во-первых, это смена релевантной страницы в результатах поиска. Во-вторых, обход роботом большого количества дублирующих страниц вместо того, чтобы индексировать нужные странички сайта. И в-третьих, это проблемы со сбором статистики на вашем ресурсе. По каждой проблеме пройдемся поподробнее. Для начала смена релевантной страницы. Я взял сразу пример из практики. На сайте есть страничка с бухгалтерскими услугами. Она доступна по двум адресам. Первый адрес находится в разделе услуги. Второй адрес — это страничка в корне сайта. Контент данных страничек абсолютно одинаков. Поскольку робот не хранит в своей базе сразу несколько идентичных документов, он выбирает самостоятельно страницу для включения в поисковую выдачу. Кажется, что по сути не должно произойти ничего плохого, ведь странички абсолютно похожи между собой. Но вы же опытные веб-мастера и знаете, что позиции конкретной страницы по запросам рассчитываются на основании нескольких сотен показателей. Поэтому при смене страницы в поисковой выдаче ее позиции могут измениться. Как произошло и в нашем случае, по конкретному запросу услуги бухгалтерского учета, видно, что в середине июня произошло проседание позиций. Это как раз связано с тем, что сменилась релевантная страница в поисковой выдаче. И спустя несколько дней, в районе 19 сентября, позиции восстановились, поскольку в поиск вернулась нужная страница сайта, которая участвовала в выдаче до этого. Согласитесь, даже такое небольшое изменение позиции сайта может очень сильно повлиять на трафик, на ваш ресурс. Вторая причина, по которой необходимо бороться дубли, связана с тем, что робот начинает посещать большое количество дублирующих страниц. Поскольку количество запросов со стороны индексирующего робота ограничено, например, производительностью вашего сервера или CMS, вами с помощью директивы crowd delay, робот при большом количестве дублирующих страниц начинает скачивать именно их, вместо того, чтобы индексировать нужные вам страницы сайта. В результате чего в поисковой выдаче могут показываться какие-то неактуальные данные, и пользователи, приходя на ваш ресурс, просто не будут видеть информацию, которую вы размещали на сайте. Тоже пример из практики по обходу дублирующих страниц. Очень большой интернет-магазин. Видно, что до конца мая робот каждый день скачивал чуть меньше 1 миллиона страниц сайта. После обновления ресурсов и внесения изменений на сайт видно, что робот резко увеличил нагрузку на ресурс и начал скачивать несколько миллионов уже страниц. Огромные цифры. И если посмотреть, что же именно скачивает индексирующий робот, то можно увидеть, что большое количество, вот этот желтый пласт, несколько десятков миллионов, это как раз дублирующие страницы. Их пример можно будет посмотреть ниже. Это страницы с некорректными параметрами, get-параметрами в URL-адресе. Как раз такие странички появились из-за некорректного обновления CMS, используемого на сайте. И третья проблема, которая могут привести дублирующие страницы, это проблемы со сбором статистики на вашем сайте. Например, в Яндекс.Вебмастере, либо в Яндекс.Метрике. Если говорить о Яндекс.Вебмастере, то в разделе «Страницы в поиске» вы можете наблюдать вот такую картину. При каждом обновлении поисковой базы количество страниц в поиске остается практически неизменным, но видно, что робот на верхнем графике, что робот при каждом добавлении добавляет и удаляет примерно одинаковое количество страниц. То есть какой-то процесс происходит, постоянно что-то добавляется, удаляется, при этом в поиске количество страниц остается неизменным. Странная ситуация. Смотрим раздел «Статистика обхода». Ежедневно робот посещает несколько тысяч новых страниц сайта. Это только новые страницы. При этом данные страницы в поисковую выдачу, как видно на графике ниже, опять-таки не попадают. Это как раз также связано с обходом дублирующих страниц, которые потом в поисковую выдачу не включаются. Если вы используете Яндекс.Метрику для сбора статистики посещаемости конкретной страницы, то может возникнуть следующая ситуация. Данная страница показывалась ранее по конкретному запросу, и на нее были переходы из результатов поиска. Но видно, что в начале мая данные переходы прекратились. То есть страничка перестала показываться по запросам, посетители, пользователи поисковой системы перестали переходить по ней. На самом деле, что произошло? Включилась поисковую выдачу дублирующая страница, и, собственно, пользователи поиска переходят именно на нее, а не на нужную страницу, за которой вы наблюдаете с помощью Яндекс.Метрики. В результате три таких больших проблемы, которые могут привести дублирующие страницы вашего сайта. Это смена релевантной страницы, обход дублирующих страниц вместо нужных и проблемы со сбором статистики. Согласитесь, такие три больших проблемы, которые, собственно, должны вас как-то мотивировать к работе над дублирующими страницами сайта. Чтобы что-то предпринять, сначала дубли нужно найти. Об этом следующий раздел. Если немножко изменить довольно-таки популярный диалог, получилось бы следующее. Видишь дублирующие страницы? Нет. И я нет. А они есть. Также на самом деле и практически на каждом ресурсе в интернете есть дублирующие страницы. Осталось их только найти. Начнем с самого простого способа. С помощью раздела будем искать дубли с помощью раздела страницы в поиске в Яндекс.Вебмастере. Всего четыре клика, с помощью которых можно, собственно, увидеть все дублирующие страницы на вашем ресурсе. Первый клик. Заходим в раздел «Страницы в поиске», переходим на вкладочку «Исключенные страницы», выбираем сортировку и нажимаем кнопочку «Применить». В результате чего на нашем экране видны все страницы, которые исключил робот из поисковой выдачи, поскольку посчитал дублирующими. Согласитесь, очень легко, четыре клика, быстро, понятно, и вот все дублирующие страницы с вашего ресурса. Если таких дублирующих страниц много, как в нашем случае их несколько десятков тысяч, можно полученную таблицу скачать в экселеском формате, либо CSV-шном и дальше использовать своих интересов. Например, собрать какую-то статистику, посмотреть списком все страниц, которые исключил индексирующий робот. Второй способ — это раздел «Статистика обхода». Соседний раздел, переходим в него, смотрим, что посещает индексирующий робот. Внизу раздела можно включить сортировку по 200-му коду, и видно, какие страницы доступны для робота, какие страницы робот посещает. В этом разделе можно увидеть не только дублирующие страницы, но и различные служебные страницы сайта, которые также, конечно, индексировать не хотелось бы. Третий способ посложнее, и вам нужно будет применить свою фантазию. Берем любую страницу на вашем сайте и добавляем к ней произвольный get-параметр. В данном случае к странице добавили параметр test со значением 1, 2, 3. Используем инструмент проверка ответа сервера, нажимаем кнопочку «Проверить» и смотрим код ответа от данной страницы. Если такая страница доступна, то есть как в нашем случае отвечает кодом ответа 200, это может привести к появлению дублирующих страниц на вашем сайте. Например, если робот найдет такую ссылку где-то в интернете, он проиндексирует, и потенциально страница может стать дублирующей, что не очень хорошо. И четвертый способ, я надеюсь, с которым вы никогда не столкнетесь после сегодняшнего вебинара, это инструмент «Проверить статус URL». В ситуации, если нужная вам страница уже пропала из результатов поиска, вы можете использовать этот инструмент, чтобы посмотреть, по каким причинам это произошло. В данном случае видно, что страница была исключена из поисковой выдачи, поскольку дублирует уже представленную в поиске страницу сайта, и увидеть соответствующие рекомендации. Четыре простых способа, которые может использовать каждый вебмастер, каждый владелец сайта с помощью сервиса Яндекс.Вебмастер. Кажется, все очень легко и просто. Я думаю, что никаких проблем у вас не возникнет. Но помимо этих четырех способов, вы можете использовать какие-то свои способы. Например, посмотреть логи вашего сервера, к каким страницам обращаются робот и посетители, посмотреть статистику Яндекс.Метрики, посмотреть поисковую выдачу. Возможно, там получится также найти дублирующие страницы вашего ресурса. После того, как мы нашли дубли, с ними нужно что-то делать, как каким-то образом работать. Об этом следующий раздел. Вообще, все дубли можно разделить на таких две больших группы. Во-первых, это явные дубли, то есть это страницы одного сайта, которые содержат абсолютно идентичный контент. И вторая группа — это неявные дубли, то есть это страницы с похожим содержимым одного сайта. Внутри этих больших групп представлено огромное количество видов конкретных дублей, с которыми мы, собственно, сейчас с вами и обсудим, посмотрим, каким образом можно их устранить. Самый простой вид дубли — это страница со слышом в конце адреса и без слыша, как указано в нашем примере. Самый простой вид дубли и, естественно, простое их решение — устранение этих дублей. Для таких дублирующих страниц мы советуем использовать 301 серверное перенаправление с одного типа адресов на другой тип страниц. Вы спросите, собственно, а какие страницы нужно оставить для робота. Здесь решение принимать только вам. Вы можете посмотреть результаты поиска и увидеть, какие именно страницы вашего сайта присутствуют в поисковой выдаче на данный момент. Если сейчас индексируются и участвуют в поиске страницы без слыша, соответственно, со страниц со слышом можно установить перенаправление на нужные вам. Это прямо укажет роботу на то, какие именно страницы нужно индексировать и включать в поисковую выдачу. Настроить редирект можно разными способами. С помощью служебного файла htacss, либо просто в настройках CMS выбрать формат адресов. Второй вид дубли — это один и тот же товар, который находится в нескольких категориях. В данном случае у нас товар «Мяч». Он находится, доступен по адресу с категорией, то есть игрушки «Слэш Мяч», и доступен также в корневой папке вашего сайта. Для робота, поскольку эти страницы абсолютно одинаковы, это как раз дубли. В такой ситуации я советую вам использовать этот ребут «Real Canonical» с указанием адреса канонической страницы, то есть ту страницу, которую необходимо включать в поисковую выдачу. Это будет прямое указание для робота, и в поиске будет участвовать именно нужный вам адрес. Опять-таки, какой адрес выбирать? В такой ситуации стоит подумать о посетителях вашего сайта. Посмотрите, какой формат адресов будет удобен им, и поможет им лучше ориентироваться на вашем сайте при просмотре адресов, то есть понимать, в какой категории, например, они находятся. Следующий пример дублирующих страниц — это страницы версий для печати. В качестве примера я взял страницу одного сайта, в котором собраны тексты песен. Видно, что с левой стороны у нас версия для обычных пользователей с дизайном, с фоном, стилями, и с правой стороны версия для печати, для того, чтобы можно было удобно распечатать эту страничку на принтере. Поскольку данные страницы доступны по разным адресам, потенциально для робота они, естественно, тоже дублирующие, потому что текстовое содержимое данных страниц абсолютно похоже. Для подобных страниц, для того, чтобы дублирование в случае их наличия не возникло, я советую вам использовать запрет в файле robots.txt, например, как в нашем случае, запрет disallow.node.print.php со звездочкой укажет роботу на необходимость, точнее, на то, что все страницы по подобным адресам индексировать нельзя. Одно простое правило, и позволит вам сразу избежать, собственно, проблем с дублирующими страницами. Следующий вид дублей — это страницы с незначащими параметрами. Незначащие параметры — это те get-параметры в URL-адресе ваших страниц, которые совсем не меняют их содержимое. Посмотрим пример, который я взял. У нас есть страница без параметров, это страничка page. Есть страница вторая с UTM-метками, например, они используются в рекламных кампаниях. И есть страничка с параметрами модификатора сессии, например, если у вас форум. Но поскольку вот эти параметры абсолютно не меняют контент страниц, для робота это дублирующие страницы сайта. Для таких ситуаций у нас есть специальная директива cleanparam. Она также располагается в файле robots.txt, и в ней можно указать, перечислить все незначащие параметры, которые используются на вашем сайте. В данном случае у нас два параметра — UTM-source и seed. Указали их в директиве cleanparam. Эта директива поможет роботу не только указать на то, что данные параметры являются незначащими, но и укажет роботу на то, что на вашем сайте есть страница по чистому адресу, то есть без данных get-параметров. Если роботу она ранее была неизвестна, он придет и специально скачает страничку по чистому адресу, включит ее в поисковую выдачу. Такая сложная логика, но эта логика как бы позволит вам избежать проблем и ситуацией нужные вам странички по чистым адресам будут всегда присутствовать в поисковой выдаче. Чего не будет происходить, если вы просто используете запрет, как указано ниже в примере. В данном случае робот просто не узнает, что на вашем сайте, вероятно, есть такие страницы по чистым адресам. Поэтому для незначащих параметров используйте директиву cleanparam. Очень близко по смыслу — это страницы действий на вашем сайте. Например, если пользователь на вашем ресурсе добавляет товар в корзину, либо сравнивает его с другими товарами, возможно, перемещается по страницам с комментариями, то есть добавляются какие-то дополнительные служебные параметры, которые характеризуют действия на вашем сайте. При этом контент на таких страницах может совсем не меняться, либо может меняться совсем незначительным способом. Чтобы робот совсем не посещал такие страницы, не добавлял их в свою базу, для данных случаев советую использовать запрет в файле robots.txt. Вы можете перечислить в директиве Dizelow по отдельности каждый из параметров, который характеризует действие на сайте, либо, если совсем не хотите, чтобы страницы с параметрами индексировались, используйте правило, которое указано ниже. Одно такое правило позволит сразу избежать возможных проблем из-за наличия таких страниц действий. В случае, если на вашем сайте, как в примере ранее, о котором я говорил, в интернет-магазине появились некорректные относительные адреса, то примерно возникнет у вас следующая ситуация. У вас одна и та же страничка, например, как наш мячик будет находиться в разделе «Игрушки. Мяч», так и станет доступен сразу по большому количеству вложенности этой категории. То есть в данном случае это несколько раз повторяется категория «Игрушки» и потом «Мяч», и в конце, собственно, обычный пользователь и робот видит товар, который, собственно, находится на исходном адресе. Во-первых, для того, чтобы побороть такие страницы, стоит разобраться с причинами их появления, то есть просмотреть исходный код страниц вашего сайта и проверить, корректно ли вы используете относительные ссылки на вашем ресурсе. После того, как ошибку нашли, настроите возврат 404-го кода на запрос индексирующего робота к таким страницам. Это сразу позволит избежать дублирования информации. Следующий вид дублей, он уже относится к неявным дублирующим страницам, это похожие товары. Как правило, в интернет-магазинах один и тот же товар доступен в нескольких вариантах, например, разного размера, цвета, мощности, все что угодно. В большинстве случаев такие товары доступны по отдельным URL-адресам, что, естественно, затрудняет работу индексирующего робота, поскольку, по сути, эти странички практически ничем не отличаются. Поэтому для таких страниц я советую прежде всего использовать один URL-адрес, по которому адресу можно сразу выбрать варианты исполнения данного товара, выбрать размер, либо цвет. Это позволит не только роботу хорошо ориентироваться на вашем ресурсе, и позволит избежать дублирования информации. Но и также посетителям облегчает переходы по страничкам. Не нужно будет переходить, возвращаться обратно в каталог, выбирать нужный вариант. Вы можете просто установить селектор, и ваши пользователи на одной странице смогут сразу выбрать тот вариант, который им нужен. Если такой возможности нет, то есть нет возможности разместить этот селектор, вы можете добавить на такие страницы, на страницы с вариантами дополнительное какое-то описание, расписать, почему такая мощность, для каких вариантов она подходит, почему такой цвет лучше, чем другой цвет, то есть, может быть, оттенками чем-то отличается. Добавить различные отзывы от покупателей, которые купили именно тот вариант цвета. Также вы можете закрыть с помощью тега NoIndex служебные текстовые части страниц. Это укажет робота на то, что контент на страницах на самом деле отличается, и нужно в поисковую выдачу включать оба или несколько вариантов страниц. Очень похоже по смыслу, это страницы с фотографиями без описаний. Например, если у вас фотогалерея, либо фотобанки. Что делаем для таких страниц? Добавляем какое-то либо текстовое описание, либо различные теги, которые будут характеризовать фотографию, которая, собственно, размещена на страничке. Давайте к следующему варианту дублей. Это страницы фильтров и сортировки. Например, когда на вашем сайте можно в каталоге отсортировать товары по цене, размеру, например, по материалу. Для начала, при работе над такими страницами, нужно подумать, они вообще полезны пользователям поисковой системы или нет. То есть в достаточной мере хорошо они отвечают на конкретные запросы пользователей. Ну, например, если у вас есть страница с сортировкой дешевых кондиционеров, а пользователи как раз и ищут дешевые кондиционеры, конечно, такие страницы стоит оставить доступными, они будут полезны пользователям поисковой системы. Если такие странички не нужны, я советую вам запрещать их в файле robots.txt. Как в примере ниже, страницы все сортировки, размеров и фильтрации запретили с помощью директив Dizelow. Это оставит для робота только нужные страницы вашего сайта, что ускорит их индексирование. Очень близко по смыслу это страницы пагинации, но рекомендации здесь другие. Если ваш каталог достаточно большой и у вас много различных товаров, вы, скорее всего, используете пагинацию. Для того, чтобы пользователям было удобнее ориентироваться в каталоге и не видеть все сразу товары, представленные на вашем сайте. В таком случае мы рекомендуем размещать атрибут RealCanonical с указанием канонической страницы. В данном случае это первая страница каталога, которая будет индексироваться и показываться в поисковой выдаче. Пользователи, переходя из поиска, также будут попадать на заглавную стартовую страницу конкретного раздела вашего каталога. Поскольку видов дублей большое количество, я для вас сделал такую небольшую шпаргалку. В зависимости от того, какой вид дублей вы встретите на вашем сайте, я предлагаю различные решения, которые будут оптимальны с точки зрения поисковой оптимизации. По окончании сегодняшнего вебинара вы обязательно получите презентажку и в ней будет данный слайд. В итоге при работе дублей, над дублями, обязательно не недооценивайте вообще риски, которые могут привести дублирующие страницы на вашем сайте. Нашли дубли в Яндекс.Вебмастере, применили к ним различные изменения на вашем ресурсе, чтобы дубли в будущем не появлялись в поисковой выдаче. И следить за дублирующими страницами вы также можете в разделе «Страницы в поиске». А с помощью инструмента «Важные страницы» можно смотреть за статусом наиболее востребованных страниц вашего сайта, что тоже очень полезно для того, чтобы моментально отреагировать на появление дублирующих страниц. На этом основная часть вебинара закончена. Несколько полезных ссылок в работе. Сервис Яндекс.Вебмастер с конкретными инструментами, которые я использовал. Яндекс.Метрика. Полезными вам будут ссылки. Это блок для вебмастеров и блок Платона Щукина, чтобы узнавать что-то новое. И подписывайтесь, следите. Если у вас будут какие-то вопросы по окончанию вебинара, вы также можете задать их нам в службу поддержки. Обязательно поможем. Сейчас же я отвечу на несколько вопросов, которые вы задаете в чатик. После окончания вебинара чат будет доступен еще в течение 15-20 минут. Мы продолжим отвечать на некоторые ваши вопросы. И приступим к вопросам. Давайте сразу к первому про canonical. Если для пагинации задействовать real canonical, то как узнает робот о товарах на страницах далее первой? На самом деле, не канонические страницы посещаются индексирующим роботом. Он же действительно должен узнать о товарах на таких страничках. Поэтому не переживайте на индексирование товаров, которые размещены на второй, третьей и далее страницах пагинации. Робот обязательно узнает, проиндексирует. Клин парам, остальные UTM метки тоже через прописывать. Да, вы можете просто перечислить все незначащие параметры в одной только директиве клин парам. Странности в индексации замечаем. Страницу 1 с настроенным canonical робот исключает из поиска и заменяет на страницу news. Как быть? Ну и смотря какой у вас canonical указан на странице первой или этой странице news. То есть проверить, если корректность установлена атрибута canonical на данных страницах, куда именно он ведет. Если в поисковую выдачу попадает не каноническая страница, то есть которая не должна индексироваться, напишите нам в поддержку. Ссылочку как раз вы видите на своем экране. Разберемся. У нас на сайте есть раздел с пресс-релизами, где находятся пресс-релизы. Отлично. После публикации пресс-релиза на нашем сайте мы размещаем тот же пресс-релиз на других ресурсах в интернете. В результате страницы с пресс-релизом в нашем сайте получает статус недостаточно качественное, а пресс-релиз на спецресурсах нормально появляется в выдаче. Как сделать, чтобы текст нашего пресс-релиза был в поиске и в поиске с нашего сайта, и со специального сайта агрегата? Во-первых, я говорил, что под дублеме мы понимаем две странички одного и того же ресурса. В вашем случае речь идет о страницах абсолютно разных сайтов. Посмотрите вообще, насколько ваша страница удобна для пользователей поисковых системы. То есть действительно текстовое содержимое агрегатора и вашего сайта может быть абсолютно одинаковым, но посмотрите, чем отличается навигация. Возможно, вам стоит пересмотреть навигацию, либо добавить какой-то более полезный и интересный материал для ваших пользователей. Ну, что-то, какие-то смежные темы, смежные разделы, какую-то дополнительную информацию. Возможно, пользователи выбирают агрегатора по той причине, что на нем же можно сразу увидеть какие-то смежные категории, смежную информацию. Проблема в следующем. Часть страниц доступна через GET-запрос, но только в одном разделе. Однако заметил, что робот периодически стучится по адресам вида article.id. Как быть? На 99% проблема связана с относительными ссылками. Используете ли вы относительные ссылки, посмотрите, установлены ли они корректно. Обычно такие ситуации возникают из-за того, что робот увидел некорректную относительную ссылку и начинает переходить в соседние разделы. У какого параметра выше приоритет? CleanParam или у Dizel? Если писать Dizel, а затем CleanParam, что будет работать? Будет работать Dizel, потому что он запрещает индексировать роботу конкретные страницы. То есть он даже не будет совсем к ним обращаться. В зависимости от того, какой у вас дубль, какие служебные параметры вы используете, выбирайте либо один, либо второй вариант. Является ли страница погенацией дублями? Я настраиваю на них RailCanonical, но Яндекс не во всех случаях это учитывает. И поиск все равно попадает в страницу погенаций. Все настроено верно. В чем может быть причина? Проверьте, а у вас каноническая страница доступна для индексирующего робота? То есть первая страница погенации. В большинстве случаев робот может не использовать атрибут canonical, только если каноническая страница, то есть в данном случае первая страница каталога, по каким-то причинам недоступна. То есть ее не удалось скачать. То есть проверьте этот вариант. И, как я писал, в случае если каких-то странностей, сейчас я вам покажу ссылочку, пишите к нам в поддержку. Является ли дублем страница с одинаковым набором get-параметров, но расположена в разном порядке? Да, для робота такие страницы могут быть дублирующими. Является ли дублем вот такие адреса? Сайт slash page и параметр пустой, и просто page. В первом случае знак вопроса в конце, но нет get-параметра. Нет, отсутствующий пустой get-параметр не будет дублирующим. Ну, то есть это не будет являться дублими. У меня интернет-магазин, в котором около 5 миллионов страниц, в поиске примерно 500 тысяч. И дублий полтора миллиона. Дублий в нашем случае появляются из-за использования get-параметров и огромного количества UTM-меток. Я закрываю их robots.txt, что-то уходит из индекса, но опять появляется. А бывает и так, что очень долгие не уходят из индекса, хотя в robots.txt были запрещены. Как часто робот обходит файл robots.txt, почему такие задержки и неучтенные директивы DSLR? Смотрите, давайте начнем, наверное, с конца вопроса. В файле robots.txt индексирующий робот обновляет примерно 2 раза в сутки, поэтому о внесенных вами правилах он узнает достаточно быстро. В поисковой выдаче те изменения, которые вы внесли, применяются в течение недели, полутора, в зависимости от частоты обновления поисковой базы. Если даже по прошествии этого времени робот все равно включает запрещенные страницы в поисковую выдачу, проверьте, а действительно ли запрет установлен корректно. В Яндекс.Вебмастере есть инструмент «Анализ файлов robots.txt». Укажите в нем адрес вашего сайта, проверьте, а действительно ли запрет установлен корректно. Что делать, если за дубль страницы робот принимает схожие товары? Отличия тайтла и заголовков. На схожие описания неужели нужно уникализировать каждый товар? Что делать, если их тысячи? Как раз это пример, о котором я вам говорил во время презентации. Посмотрите, если сложно написать вам, уникализировать товар всю тысячу вариантов, или там это вариации, то есть начните с того, какие товары у вас лучше продаются на сайте, которые будут полезнее вам в поисковой выдаче, то есть, например, какой-то наиболее распространенный вариант товара или какая-то позиция, которая лучше всего продается. Начните писать уникальное описание для таких страниц. Продолжите постепенно по уменьшению популярности, то есть, возможно, вам не нужны все тысячи страниц в результатах поиска, возможно, их никто вообще не ищет, и вам нужно написать там всего несколько десятков хороших описаний для товаров. Также, как вариант, вы можете запретить какие-то общие, запретить с помощью тега на индекс какие-то общие фрагменты на страницах, чтобы робот увидел, что их текстовый контент действительно отличается. Почему в мультиязычности в Яндекс.Вебмастер у меня присутствует одна главная страница ru-slash-site-slash-ru, а страница слэш-ен пишет, что дубль релатератив проставлен, контент переведен. В чем проблема может быть? А действительно ли у вас англозичная версия дубля русскоязычной? Посмотрите, потому что кажется, что в такой ситуации робот просто у вас получает русскоязычный контент по адресу иен. Воспользуйтесь инструментом проверки ответа сервера, о котором я говорил, и вы можете посмотреть содержимое странички. Возможно, у вас робот просто по умолчанию получает русский язык на всем сайте. Есть ли разница для поискового робота, когда проблема дублей решается с помощью 301-го редиректа или Real Canonical? Что лучше? Как я говорил, в зависимости от ситуации лучше тот или второй вариант. Может ли тег Canonical указывать на страницу в PageN в Орле? Да, конечно, в качестве канонического вы можете выбрать любую страницу вашего сайта. Главное, чтобы она была доступна для индексирования. Но подумайте о пользователях, а насколько им будет комфортно оказаться, перейдя из поисковой выдачи, например, на 18-й странице вашего каталога. Возможно, на 18-й странице уже и нет каких-то товаров в наличии. Поэтому мы советуем ввести пользователей, то есть указывать в качестве канонической страницы именно первую страничку вашего каталога. Повторите, пожалуйста, CleanParam для чего нужен в случае незначащих параметров. CleanParam нужен в случае незначащих параметров. То есть в чем его отличительная особенность? Биксирующий робот, если сталкивается со страницами с незначащими параметрами и видит директиву CleanParam, он идет в свою внутреннюю базу и проверяет наличие страницы по чистому адресу, то есть без данных параметров в адресе, проверяет ее наличие. Если такая страница не проиндексирована по каким-то причинам, он старается ее проиндексировать и в случае успеха включает именно ее в поисковую выдачу. Страницы с незначащими параметрами в поиск не попадают. Что посоветуете по настройке индексации форумов? Что стоит запретить, разрешить? По моим наблюдениям, робот активно индексирует одну-две страницы тем форума и не особо индексирует последующие. Так ли это? На самом деле для робота это совсем разные странички, страницы погенации на форуме. Для форума такие страницы стоит оставить, потому что их содержимое отличается. У вас же разные сообщения на первой странице и на второй странице погенации. По поводу запретов, на одном из предыдущих вебинаров я рассказывал, что именно стоит запрещать к индексированию на всех сайтах. Это также и применимо к форумам. То есть все служебные страницы, страницы фильтров, сортировки. После исправления дублей, как быстро обновится информация на странице вебмастера, странице в поиске. Обычно изменения начинают происходить в течение недели после внесения изменений на ваш сайт. То есть робот начинает отслеживать эти изменения в поиске, и они проявляются в течение недельки. Во всех параметрах присутствует знак вопроса. Закрыли все через дизелл знак вопроса, не используя клинт парам и каноникал. Насколько это плохо для индексации? Смотрите, если у вас такие страницы совсем не используются пользовательные, то есть они носят служебный характер, то вы сделали все правильно. Если по таким страничкам приходят поиски пользователей, например, из рекламных компаний, и вы используете этой метки, то стоит использовать клинт парам, то есть снять запрет и использовать именно клинт парам. Есть ли параметр в robots.txt, который делает обратное действие параметра клинт парам, то есть белый список, а не черный, как в случае клинт парам? Нет, такой директивы нет, но если у вас есть какая-то потребность практическая в такой директиве, пожалуйста, напишите нам, можно в чат, можно в отзывы о вебинаре, расскажите, зачем вам такая нужна директива, посмотрим, может быть, что-то можно сделать. Кстати, коллеги, если вам не хватает какой-то функциональности в Яндекс.Вебмастере, например, в качестве поиска для поиска дублей, вы можете также оставлять свои отзывы, писать нам, мы обязательно все отзывы читаем и смотрим, какую функциональность мы можем добавить в Яндекс.Вебмастер, поэтому не стесняйтесь. В пагинации канонической должна быть именно первая страница или основная страница каталога. Я так понимаю, что, как в большинстве случаев, что страница Direct, Page 1 и Direct, если их контент отличается, то стоит выбрать Page 1. Если их контент абсолютно одинаков, то выберите тот, который будет удобен для пользователей, видимо, в данном случае, сайт слэш-директ. Подскажите, пожалуйста, изначально не могли определиться с тем, как писать URL-адреса транслитом или кириллицей. В итоге была выбрана кириллица, и все URL были на ней. В итоге поняли, что для нас будет лучше перейти на транслит, и переделали все URL-адреса на транслит. В поисковых запросах выделяются страницы с кириллицей в URL и с транслитом. URL кириллицы определяется, как 404 перекидывает на главную страницу сайта. Являются ли эти страницы дублями, и удалит ли их робот из поисковых запросов. Поскольку контент таких страниц отличается, то есть по одним адресам у вас страница 404, может быть, с содержимым главной страницы, а по другим действительно нужной страничкой вашего сайта, то такие страницы не будут считаться дублирующими страницами. Ну и немножко отойдя от темы, я советую вам в будущем, при смене формата адресов страниц на сайте, использовать 301 серверный редирект со старых страниц на новые страницы. Кстати, один из наших будущих вебинаров будет как раз посвящен вопросам смены структуры и смены дизайна на сайте. Насколько плохо, если страница имеет глубину вложности 6? На самом деле ничего плохого в этом нет, но нужно понимать, что в случае, если на вашем сайте нет файла sitemap, роботу для того, чтобы узнать о наличии вот этой странички с шестым уровнем вложности, нужно будет скачать 5 страниц других страниц вашего сайта, чтобы узнать о ее наличии. Поэтому, в принципе, ничего плохого нет, но смотрите за тем, чтобы файлик sitemap с такой страницей у вас был, и робот знал о этом файле. Но на страницах погенации товаров тоже разные товары, как и в примере форума. Да, сами товары, вероятно, которые и должны находиться в поисковой выдаче, будут проиндексированы и будут участвовать в поисковой выдаче. Не переживайте, робот забирает весь контент с неканонических страниц и включает в поисковую выдачу именно страницы ваших товаров, которые, собственно, и ищут пользователи поисковой системы. То есть они не ищут же страницы погенации. Если из-за дубля страница сменила релевантность, можно вернуть релевантность за счет внутренней перелиновки, не удаляя дубль. Ну, смотрите, если вы... Тут в чем стоит вопрос. Если вы хотите, чтобы находилась нужная вам, то есть уже признанная дублирующая страничка в поиске, то для нее стоит использовать либо редирект, либо атрибут real canonical в зависимости от ситуации. Если вы хотите, чтобы со временем, вероятно, позиции, может быть, страницы в поиске вернулись, но в данном случае вам остается, наверное, только подождать, пересмотреть, может быть, что-то на самой страничке, может быть, как-то и сделать поудобнее для пользователей. Но, по сути, в данном случае, как я уже говорил, поскольку релевантность конкретных страниц определяется по различному набору показателей, и эти показатели для каждых адресов могут отличаться. Поэтому в данном случае, наверное, остается только ждать, если вы не хотите вернуть старый адрес в поиск. Большая просьба. Опишите на странице справки вебмастера более понятным языком, как переходить на HTTPS и склеивать зеркала. Об этом, кстати, будет следующий вебинар. Обязательно регистрируйтесь на него. Я вам расскажу, каким образом можно переехать на HTTPS протокол. Надеюсь, что простым и понятным языком. В пуле страниц с погенацией рандомно используется выбираемый get-параметр, по смыслу аналогичный SIDU, чтобы в рамках одной сессии не нарушался порядок позиций в выдаче. Сейчас он указан в clean-param, но по факту движок его всегда цепляет к навигационным ссылкам. Не вызовет ли такая ситуация проблем с индексацией? В целом нет, но кажется, что такое решение довольно-таки странное, что у вас страница с этими параметрами используется в навигации по сайту. То есть старайтесь все-таки в навигации использовать страницы по чистым адресам и использовать до clean-param в данной ситуации подходит. На страницах погенации должен быть уникальный контент или допускается дублирующий, если товар схожий. Как правило, контент на страницах погенации определенным образом отличается. Там же находятся разные товары. Поэтому дополнительно размещать какой-то контент на страницах погенации кажется бессмысленно. Потому что, как я говорил, что, вероятно, вы заинтересованы и пользователи поисковой системы, чтобы находить не страницы погенации, а находить страницы товара. Поэтому контент размещать дополнительно на них не нужно. Стоит использовать Real Canonical. Одна и та же статья в основном домене и на поддомене рассматривается ли как дубли? Нет, дублирования в данном случае нет. Сейчас посмотрим еще вопросы. Если у вас есть вопросы, пишите, не стесняйтесь, самое время делать это сейчас. Движок плодит дубли, типа каталог, brain, brain, последние два адреса, полные дубли. Как правильно поступить в этом случае? Допустим, не трогая движок. Попробуйте использовать в данном случае Redirect. И вообще стоит разобраться, почему такие странички у вас появляются. Ну, то есть, зачем вам такие дублирующие страницы? Для таких можно использовать 301 Redirect с одного, например, убрать лишнее окончание, если оно не нужно. Как удалить дубли из поиска в вебмастере пачка и не по одному? К сожалению, на текущий момент такого инструмента нет, поэтому вы можете оставить, нести необходимые изменения на ваш сайт и просто дождаться, пока индексирующий робот самостоятельно увидит, что дублирующие страницы стали недоступны и что их необходимо удалить. А если страницы погинации с уникальным контентом, они точно попадут в индекс, если Real Canonical стоит? Нет. Если вы используете Canonical, то страницы погинации в поиск не попадут. Поэтому, если у вас на страницах погинации размещен какой-то уникальный контент, который хорошо отвечает на запросы, на конкретные запросы пользователей, вы можете оставить их доступными для индексирования. Якоря дублями не считаются, так как support отписывался мне когда-то, что они не учитывают такие параметры. Да, именно если вы используете анкоры в URL-адресах, они дублирующими считаться не будут. Для робота это один и тот же адрес страницы. На этом у меня все. Спасибо. Все добро.